Ну что друзья, всех приветствую! С наступающим вас Новым Годом! Новый Год все ближе и ближе, а у меня до сих пор не было выпуска с новогодней обклейкой эксклюзивных скинов. А я говорил вам, что если такой выпуск будет, то я к нему обязательно подготовлюсь и сделаю это качественно и красиво. Ребяточки, я свое слово держу, и сегодня вы увидите красивые, невероятно классные эксклюзивы с новыми наклеечками и новыми скинами. Поэтому усаживайтесь поудобней, всем приятного просмотра, поехали к видосу. И кстати, не забывай участвовать в конкурсе на новый батлпасик. Если у тебя еще нет батлпасика, просто нажми кнопочку забрать подарок, через несколько дней уже новогодние итоги, поэтому успей принять участие. Ссылочка на конкурс в описании. Ну что ребята, я нахожусь на своем основном аккаунте, надеюсь вы уже готовы к новогоднему выпуску, где я сделаю итоговый ролик про весь свой инвентарь. Надеюсь это будет в этом году, надеюсь я успею, 31 числа наверное этот ролик дропну. Итоговый такой ролик, где я покажу весь свой инвентарь, мы сделаем полностью потом подсчет сколько все стоит. Короче это будет реально очень классный выпуск, итоговый выпуск, я такие выпуски люблю делать всегда в конце года. Давайте сейчас про обнову, ребята, я сегодня хочу создать нереально классные скины. Я открывал фуловый батлпас, я открывал рулетки, я покупал стикер паки, я много что выбил, из этого сейчас буду делать невероятные эксклюзивы, но этого недостаточно. Еще нужно будет кое-что докупить, ну посмотрите какой получился у меня сюр, ребята. Я рулеточку открыл, давайте посчитаем сколько раз, по ножам будет понятно, 7-8 раз. Сейчас рулетка по-моему стоит там 3500, ну давайте округлим 3 и умножим на 8. Я потратил на это все дело почти 30 тысяч голды, 30 тысяч голды. И знаете, что я в итоге не выбил, хотя зачем я так много тратил голды? Это М16, я статрековую версию так и не выбил, представьте, я выбил все, калаш статрековый, береты статрековые, два авика статрекового. Именно то, что я хотел, то что основное у меня в этом видео, я его до сих пор не могу выбить, меня это бесит, я уже всю голду потратил. И посмотрите сколько мне этих М16 выпало, да он будет стоить там от силы 600 или 1000 голды, а я потратил на это 30 косарей голды. И она мне до сих пор статрековая не выпала, хотя она будет самая дорогая в этом выпуске, дорогие друзья. Но не беда, ее у меня нет статрековой, я мог бы продолжить открывать дальше и тратить голду, но это считаю бессмысленно. Я ее обклею на другом аккаунте, но это в 100% будет потом у меня, и я это сделаю естественно, естественно на видосе. А, я еще один нож не посчитал, 9 раз я открыл рулетку. 9 раз! Ну что, ребяточки, акцент мы будем делать на новой коллекции наклеек, которая вышла совсем недавно, а также некоторые дорогие, но старые, чтобы получились новогодние красивые эксклюзивы. Но для этого мне чуть-чуть не хватает голды, давайте я покажу, что я уже купил и что мне надо докупить. Купил я, ребята, 2 фрости шторма, по-моему там около 40 тысяч голды, но мне надо еще 2, на рынке сейчас самый нижний 21 и чуть выше 22, то есть мне надо сейчас еще 43 тысячи, а у меня 19, поэтому сейчас мы чуть-чуть подфармим голды, докупим 2 фрости шторма, И вы узнаете, куда я их наклею-то в итоге, потому что у меня много новогодних новых скинчиков, и вы увидите невероятную пушечку. Ну и помимо этого, мы закупим новые наклеечки и тоже сделаем красивую, очень классную обклеечку. Ну что ж, приятного просмотра, мы начинаем. Заходим мы на с вами любимую нашу джиджишечку, кстати, на которой вышла обнова здесь, ребята, обнова с Гарри Поттером, боже, какая здесь красота, ребята, посмотрите. На вот эти все новые локации, на битву против Волан-де-Морда, обязательно, кстати, наносите ему урон, чтобы, ну вы, я думаю, знаете, да, что если вы наносите урон любому герою в обновлении джиджи, вы получаете за это голду. Также у нас есть лавка Оливандера, посмотрите, тут тоже мы можем поменять сейчас тысячу этих галеонов для крафта, ну фанаты Гарри Поттера будут просто в восторге, как тут все качественно сделано, но это мы сделаем попозже. Так, Орден Феникса, это мы тут собираем всякие квестики, если вы хотите тоже вместе со мной поднимать голдишечку на джиджишечке, показываю, как это делать. Значит, смотрите, нажимаем на кошелечек, выбираем, где вы находитесь, выбираете способ платежа, вводите, вот здесь, внимание, промокод специальный, вот этот, холод24, лутаете 20% к депчику. Также по моему промокоду бесплатно забираете кейс граффити, раз, оп, и открываете кейсик, тадам, на халяву 15 голды. А теперь для всех третьих левелов кейс элита, оп, оп, и оп, тадам, чибик за 70 голды. Промокоды и ссылочки будут в закрепленном комментарии, обязательно лутайте и забирайте свои бонусы, на халяву. Ну что, шребзики, а мне надо поднять, а сколько мне надо поднять? Где-то около 30 тысяч голды мне надо поднять, чтобы закупить все наклейки, новые наклейки, фростики и так далее. О май гад, сколько тут новых кейсов, так, нам надо дорогие кейсы, смотрите, факультеты, кубок огня, крестостражи, сничь. Ой, давайте начнем с дешевых и плавно перейдем к дорогим, посмотрим, что окупает, что не окупает, разберемся. Так, здесь мы 283 получили, а потратили 145. Окупились, окупились, нагайно, вау. За 5 кейсов мы тратим 200 и получаем 1200, серьезно? Ну это фартануло, это мне выпал ножик. Значит, я все продаю, кроме него, потому что его я в контракт закину. Блин, шикарное начало, я думал, мне не выпадет с таких дешевых кейсов. Так, а здесь что? 400 голды, так, проверяем. 380, но тут мы не в окупе. Так, крестостражи, давайте этот кейс проверим. Здесь мы тратим 500 голды, а получаем... Так же, так же, ладно. А вот это уже интересно, факультеты. Здесь уже косарь мы тратим. Косарь мы тратим и получаем... Опа, получаем мы неплохо, неплохо. Ну, продаем, еще раз хочу. Вдруг что-то выпадет еще такое хорошенькое. 3000, что мне выпало? Мне выпал октопус. Кубок огня, самый дорогой кейс из обновы. Стоит он 400 голды. Ничего себе, значит, с него должно что-то выпасть прям... А, мы не можем его много раз открыть. Давайте три раза откроем. С него мне выпадает косарь. А мы потратили... Ну, столько же. Давайте еще раз. Сейчас еще меньше выпало. Вот дорогие кейсы иногда дают меньше, чем дешевые. И это несправедливо. Мы там выбились с дешевых кейсов неплохой дроп. Да уж. Окей, уходим. Оставляем для контракта. О, кейс холдика, да? Можно будет тоже попробовать его открыть. Пять раз, поехали. На нафиг! Просто с кейса холдика! Стас октопус! Домой, ребят! Открывайте кейс холдика. Он вам тоже будет давать много-много разного дропа. Ну, мой кейс всегда выдает. Я думаю, это вы знаете и сами. Давайте зайдем в ивент. Откроем лавку Оливандера. Или Оливандера, как правильно? Оливандера, наверное. И создадим... Создадим галеоны для крафта. Та-да-дам! Та-дам! И у нас превращаются эти галеоны вот в такой вот брелок харп. 600 голды. Хорошо. Теперь мы заходим в контракты. И надо нам это дело все скрафтить. Все, на 7000 голды у нас, прикиньте, нападала дропа. И мы сейчас это все скрафтим в один какой-то предмет. Сколько он будет стоить, сейчас узнаем. Это МК Паладин. Сколько она стоит? 15 тысяч! Я-то помню, как она 10 косарей стоила. В игре она там до 20к. Слушайте, 15 косарей! Ха! Неплохо так-то, однако! Давайте продадим. Нам надо-то 30, нам в два раза надо больше. Поэтому мы ее продаем. И у нас с вами 14 косарей. Знаете, куда мы их потратим? Конечно, знаете! На 5! На живых! Самый любимый мой кейс! Ребяточки! Так, поехали! 2 500. Не окуп. Это не окуп. Ээээ... Скрэ... Скрэч! Не выпал скрэч! 20 косарей голды! Мне выпал скрэч! Вот так, давайте. Три тайных. Три тайных открываем. Ё-моё! 2 800 падает. 23 тысячи! Мне страшно представить, что мне сейчас выпадет. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Я создаю контракт, и мне падает! Статрек MP5 зон 12 500. Это нормально вообще? Ну что, опять давайте... Давай опять скрэч. 18 тысяч. Что мне выпало? Опять скрэч выпал, братик вернулся ко мне домой! Домой! Не, ну ребят, ну это какой-то этот... Я не понимаю. Почему так? Какая MP5 зон? Ну что это? Контракт 19 тысяч. Ну блин, ну хотя бы в 25 скрафтись, и уже норм. Что? Винтерспорт? Я выбил больше, чем надо! Жесть! Слушайте, ну как будто можно ставить на вывод. Не, ребзик, я наверное... Я наверное не буду рисковать. 40 тысяч голды... Блин, мне надо было 30к. Я не ожидал, что мне так дропнется жестко. Это просто... Не, первый контракт меня прям немножко в тильты вогнал. А второй бодрячком, так знаете! Блин, ребята, вводите промокод мой при пополнении. Обязательно перед Новым Годом я отвечаю. Много всем будет падать с моим промокодом. Короче, как вывести голду? Нажимаем получить скин. Ё-моё! Фуф! Нам выставить надо скин какой-то за 49 тысяч. Ну давайте... Я спас вайп выбираю. Спас вайп. Значит, копирую эту сумму. Обязательно копируйте, чтобы точности ввести такую же сумму. И погнали вводить её в игре. 962.56. И мы получаем как раз 39.970. Всё, нажимаем создать. А здесь нажимаем кнопочку готово. Всё, заявка создана. Сейчас Жижишка должна выкупить у меня скин на рынке. И мне придёт 40 тысяч голды. Мы купим с вами фростики. Так, ну что, ребзики, у меня 19 тысяч. Осталось теперь дождаться вывод. И надеюсь, я успею купить их. Здесь за 21 и за 22. Вот эти два покупаем сразу. Вы видите, я постоянно ставил запрос. По запросу ни один не прилетел. Блин, был за 14 тысяч фростик. Я не успел его выкупить, его сразу переставили. Короче, они дальше очень дорогие. Но я вам сейчас покажу, куда я их приклею. Вы просто обалдеете, как они там как раз классно будут сочетаться. Это будет точно эксклюзив. И, скорее всего, первый, единственный скин на данный момент. Потому что, ну, вряд ли кто-то будет так много тратить. Я его, по крайней мере, не видел. Хотя, ещё ж на рынке скинов нет. Но, неважно. Короче, жду вывод и покупаю. Ба-бам, ребяточки, на моём балансе 60 тысяч голды. Блин, давайте сразу покупать. 60 косарей. Боже, так жалко тратить, если честно. Просто жесть. Так, ладненько, 21 тысяча. Боже, как фростики так. Какие они дорогие. Вы не представляете, блин, как жалко. Ну, реально, раньше они сколько стоили-то, блин? 10, 6 тысяч. Фух. Давайте, покупаем. Ну, что не сделаешь ради классного контента. Раз. И вторую. Два. Всё, домой. Вот они, два фростика. И вот они, мои все четыре фростика. Теперь, ребята, теперь, естественно. Ну, естественно. Ну, как же с новой арканочкой-то? Как же её, во-первых, не закупить? Естественно, давайте мы её закупим. Четыре штучки покупаем. Естественно, нам надо её тоже применить будет сегодня на какую-то новую пушечку. Вот эта наклейка вообще просто. Мне очень безумно нравится. Тоже закупаем. Раз, два, три, четыре наклеечки покупаем. Я бы даже купил ещё четыре. Вот. Ну, ладно. Пускай будет. Так. И, естественно, вот эту наклеечку мне тоже надо. Покупаем. Раз, два. У меня их тоже четыре штучки. Я вам потом покажу, куда я её приклею. Да, по сути, и всё. Остальные наклейки, ну, честно, мне не особо нравятся. Хотя вот этот котик тоже угарненький. Ну, давайте тоже купим четыре штучки. Куда-то по фану применим. Я всё равно некоторые эксклюзивы подарю вам на стриме бесплатно. Ну что, вот такая вот коллекция сейчас наклеек закуплена. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребяточки, посмотрите. А ещё ж вот эти наклейки с паса. Это вообще кабинный развал. И сейчас теперь самое интересное. Это создание скинов. В общем, погнали. Покажу, какие скины буду обклеивать. Хочу начать вот с этой наклейки. Она безумно мне нравится. Она очень дешёвая. Ну, блин, такая прикольная. Я не знаю. Клейте я буду, ребят, на вот этот авик. Смотрите, у меня два авика новых статрековых. И оба их сегодня обклеена разными наклейками. Первый вариант будет вот этот. Он не самый идеальный. Но мне безумно нравится, как на скопе смотрится эта наклейка. Пау, 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 пау. Просто посмотрите. Ну, я не знаю, как вам. А мне вот эти четыре глаза, которые двигаются. Ну, так нравится. Не знаю. Осталось теперь сюда какой-то брелочек. Тоже кругленький. Давайте что-нибудь повесим. Ну, вы зацените, как он прикольно смотрится. Это просто, ну, чисто, знаете, такой фан, фан-скинчик. Это не сильно дорогой. Мы начали с дефолтного, ещё раз повторяю. И будем переходить к более дорогим. Следующая наклейка, ребят, вот такой вот стикер с бомбой. Ребята, его я применю на такое же точно взрывное пуканов оружие. Угадайте, какое? Ой, как не любят мои соперники дроби, когда я их беру и говорю, офф, не дробь, не мочь. И я обожаю играть с дробями. И сегодня я создам вот такой вот фабом. 750 голды. Давайте купим его для начала, потому что у меня его нет. Здесь есть элементы жёлтого, здесь есть элементы красного. И плюс бомба, взрыв пуканов. Просто для меня это идеальное сочетание фабом. Пау, друзья, посмотрите, как красиво. Я не знаю, как вам. Во-первых, анимированные. Во-вторых, подходит по сочетанию, по цвету. Безумно нравится. И по смыслу мне, мне так этот фабом понравился. И следующая наклейка, ребята, вот эта ети, тоже недорогая. Ну, боже, как она мне нравится в своей новой анимации. Давайте я покажу, куда я ее хочу приклеить. Вот это максимально неожиданный поворот. Но, ребята, Fanfall Leather у меня вообще ничем не обклеен. Я его думал обклеить лапками, которые по 2000 стоят. Но ничем, абсолютно ничем не отличается, если приклеить вот эти новогодние прикольные анимированные наклейки. Ой-ой-ой-ой-ой, какой снеговик у нас получился. Не, ну, ребят, Fanfall это классика. Я не знаю, его обклеивают чем угодно, абсолютно. Он ни с чем не сочетается, поэтому его можно чем угодно клеить. То, что по душе. И мне реально вот это нравится. Дальше наклейка Old Camper. Клейте я буду, ребят, на вот эти береты. Прям очень понравились эти береты. Красивые. Такой синий оттеночек. Цвет мне очень нравится. И последняя наклеечка. Туда ее просто. Следующий стикер, который мне тоже безумно нравится. Классно переливается. Все наклейки в этой обнове очень достойные. Не знаю, почему они такие недорогие. Но мне они очень нравятся. И смотрятся они неплохо. А вот эту вот наклейку я наклеил на новый фомастик. Потому что он мне выпал статтрековый. И эта наклеечка сюда тоже неплохо, так знаете, заходит. Па-бау! Просто посмотрите на эту красоту! Я обалдею, ребята! Ой, ребяточки, мне выпал вот этот калашик. Мне он так нравится. И это нахлад так офигенно сюда заходит. Вы даже себе не представляете. Это же бимба-вимба, ребята! Вы посмотрите! Ну, не знаю, может быть, еще какой-то брелочек предложите. Но я пока ничего сюда другого не подобрал в таком оттенном цвете. Едем дальше, ребят. Дальше я хочу обклеить вот эти зайчики. На вот этот авик. Чао просто, ребят. Я сейчас пойду в кадрочку. Вы просто зацените, как это смотрится офигенно. Но, блин, мне они здесь очень сильно зашли. Ооо, сейчас такая красота будет, ребят! Я буду клеить на вот этот АВМ не было! Вы просто зацените, как классно здесь переливается вот этот... Вот эти звездочки и вот этот... Эта наклейка прям создана для этого авика. Чекайте. Просто зацените, какой он няшный, ребята! Я не знаю, как вам, а мне безумно нравится в таком исполнении. Авик не было... Ну, он такой, знаете, немножечко девчачий, что ли. Но очень симпатичный и стильный получился. Ну и ластовая накла, это Фрости Штормы. А наклеить ее я хотел на ту самую М16, которая, к сожалению, мне не выпала. Ну вы просто зацените, как это будет смотреться нереально просто! Я все-таки наклею ее, только это будет не на моем аккаунте, а там, где эта МК выпала. Ну а потом я ее просто себе передам, ребяточки, через рынок. В общем, погнали Фростики сливать за 003 на другой аккаунт и будем ее обклеивать. Let's get it! Так, есть. Оставил это мой. Ну что, ребяточки, погнали сейчас обклеиваем Фростики. Мы сейчас находимся на аккаунте Арткула. У него эта М-очка выпала, и он решил мне ее задарить. Давайте мы ее сейчас найдем. У него просто есть Мурена уже с Фростиками, поэтому ему такая уже не нужна. Вот она, видите, вот такая вот у него есть, имеется. Вот, ну это, вы сами понимаете, это какашка мамонта. А сейчас будет, ребята, искусство! Искусство. Давайте наклеиваем. Ну, кстати, тоже неплохая Мурена, да. Ой, ой, что за это космос? Такой, все, давайте наклеивать. Let's go. Уай, ребята, посмотрите, какая соска! Так, надо брелок. Ой, 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 ой. Короче, нам надо срочно перемещаться в каточку и заценивать, что мы с вами обклеили. Ну что, ребзики, я закупил все скины. Кстати, я решил сделать вот такой вот новогодний сетик. Давайте по очереди. Во-первых, посмотрите, как подходят под эти перчи вообще все скины. Это просто жесть. Посмотрите, как они все вот эти синенькие. Офигенные! Ну давайте то, что я уже закупил. Так, сначала я оцениваю, потом арткул. Вот новый калаш. Вии, просто вии! О, так я не видел твою обклейку. А ну, показывай. Сейчас, сейчас увидишь, сейчас увидишь. Ну, брелок тут дефолтный, но тоже подходит очень офигенно под сет. Просто... А что, раунд закончился? Короче, смотри, брелок, конечно, тут... Ну, все, что я смог подобрать. Ну, я буду ждать выход Йети. Йети сюда подходит просто идеально. Просто чекай, как эти наклы сюда зашли. Я тебе говорю, это универсальные наклы. Ого! Бро, реально офигенно. Дальше едем. Смотрите, Tech9 как под эти перчи. Я тоже как-то не задумался. У тебя синие перчи применены? Да-да-да, такие же, да-да. Так. А пипец, ты шо? Вообще просто си... Короче, надо новогодний сет. Чекай. Ну, береты так, средние, просто береты и береты. Так, эмочка, ага. Опа, Фомасик, чекай, Фомасик, новенький, новогодний! Ё-моё, ты шо, все обклеил новогодний? Ну, я... Это новогодний сет у меня, я новогодний сет сделал. Так, ну, это не новогодний, но просто сюда... Зацени, вроде наклейки сюда подошли. А что ты сюда наклеил? Чекай. Йо-о-о! А? Блин, пипец, ну так если не знать стоимость, идеал просто. Идеально, я подбирал, чтоб цвета подходили. Я просто офигел, как они совпали, эти наклейки. Ай, пипец. Да, ну там еще много наклеек нереализованных, но я не успел их обработать. Так, ну, это просто лишь бы... Ну, во рту не завонялось. А что ты на лезер наклеил? Чекай, он новогодним стал. А? Пипец! Да! Так, новые авики. Так, ну чекай, новые авики просто сказочные! Я не понимаю, как они красиво! С синими наклами это просто я не понимаю. Глянь на него. Как детская игрушка. Тебе чисто трековый! Как детская игрушка. Ну, вот это не знаю, это я увидел у Егора и решил повторить. Вот так вот, если вверх поднять, прикольно смотрится. Ну так, у меня 50-50 с этим авиком. Ну, вроде прикольно, а? Ну, что-то да, если вверх поднять, там где зеленое... Ну, не, ну прикольно все равно. Прикольно, мне тоже понравилась реализация. Ну и мое самое-самое-самое! Ё-моё! Ну, это девчачья авик чисто... Не пойму, а чё накла тут так не играет, как она в обзоре? Чекай, просто тоже... Чё там оно? Тоже офигенный просто! О-о-о-о! А вот эта накла чё-то всем больше всего понравилась. Видишь, она и дороже всего. Да-да-да-да-да-да-да. Ну что, ребята, а теперь финал. Смотрим сейчас М-16 с фростиками, новенькую. Ну что, сейчас скинет он мне Мурену. Давай, я посмотрю Мурену. Мурена тоже... Смотри, как, кстати, с этими перчами, да? Не, Мурена офигенная, да. Да, я тогда, когда ты покупал, думал, боже, что за фигня? Сейчас мне фростики тоже очень нравятся. Пипец, ну под Новый год они очень офигенно! Ничего себе, эта М-ка смотрится! Так, а ну чё там? Да-да-да, я осматриваю уже. Офигеть! Это просто трэш! Это просто трэш! Ребзики, это имба! Это просто нереально. Мне кажется, или ты вот первый её создал? По-моему... Не знаю. Ну, типа, вряд ли кто-то создавал её, да? Я без понятия, я не проверял. Я не проверял, но она очень офигенно смотрится. Писец! Ну что, ребзики, надеюсь, вам новогодний сетик понравился. Подписывайтесь на канал, всех с наступающим. Ждите теперь итоговый видос моего инвентаря с подсчётом, что сколько стоит. Напишите в комментариях, как вы думаете, насколько голды мой инвентарь можно оценить. Ну а я об этом запишу отдельный видос, надеюсь, к концу этого года. Спасибо вам за просмотр! Ждите новые выпуски! До новых встреч! Пока!